В качестве испытательного полигона выступил внутренний коридор питомника. Снаружи ведь ветер и много лишних запахов, а выявить в одной из сумок нужно вот что. Свой специфический запах, который как бы присутствует в этом имитаторе, он соответствует запаху героина. Первым идет лабрадор с аристократическим именем Саншайн Вени Ведевичи. У него 20 результативных применений. Нужный объект найден, собака садится рядом и показывает это своему сменщику. Но флэш из породы овчарок несколько растерялся, опыта еще маловато. Ровно год назад, когда мы его снимали, он был вот таким щеночком. Все это время кинологи вели с ним целенаправленную работу. К примеру, при поиске наркотиков собаке нельзя разрывать личные вещи осматриваемого. Нужно спокойно учить облако от запрещенных препаратов. Потому что там могут быть же и продукты питания и так далее. То есть, если там будет лазить собака, это как бы не очень хорошо. Чувствительность носа такова, что она определяет одну молекулу в объеме литра. Как видим, находясь в компании друг с другом, собаки не проявляют никакой агрессии. Нередко по окончании службы собака коротает свой век в доме кинолога. Жизнь не остановить. И на смену опытным собакам придут щенки. Вот эта вот трехмесячная овчарка Юргана. Уже прошла процесс социализации. Как видим, она приучена к ошейнику и к поводку. Дальше куда ее? В четыре месяца мы ее передаем в учреждение для подготовки к дальнейшей службе. К службе готова, как вы думаете? Да, она прошла все тесты. В специализированном учреждении и решится, в каком подразделении один из 60-ти годных сейчас к подготовке щенков начнет свою нелегкую службу. Самые боевые идут в конвоирование заключенных. И уже 13 лет в республике не зафиксировано ни одного побега из мест не столь отдаленных. Марсей Бигбай, Дмитрий Рыженко, телеканал Эфир.